Бля, ёбаные крысы, а можно оружие кое-нибудь дать мне против крысы? Бля, чё, 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 робот? Привет, кинокаянов. Ну, бывает, окей. Роботы от меня бегут. Бегут от меня роботы, все ссут, короче, я силён. О, заставочка. Громковато, разве? По-моему, норм. По-моему, даже тише центральной, короче. О, господи, это мастер. Мне никто не донатит обычно на новинки в мире, тем более новинки обычно, ну, много жрут ресурсов. У меня комп, он вроде бы и норм, это стрей. Кажется, у них свой язык. Чё, охуенно познакомились. Ты не зурк? Мы не знакомы с такими, как ты. Добро пожаловать в наш посёлок. Только, пожалуйста, не ешь никого. Обычный наркоман Санкт-Петербурга, ребят, чё, не узнали? Да. Остались только котики и роботы. Что? Роботы и котики. Как это вообще? В смысле, мне ничего не нравится? Мне много чего нравится в мире. Ну, я сначала указываю на недостатки. У меня система такая. Парень, похоже, много знает об этой местности. Покажем ему открытку. Может, он знает, как отсюда выбраться. Из недостатков ещё кнопки немножко разные. Ну, то есть, смотрите, для того, чтобы продолжать диалог, надо нажимать X. Для того, чтобы в итоге закрыть диалог, надо нажать B. Это немножко странно, честно говоря. Ты потерялся, тебе что-нибудь нужно. Нюца показываем. О, фотография аутсайда. Какая нелепость. Лифт не работает. Все знают, что уйти отсюда невозможно. Ну, кроме аутсайдеров. Пока котик пока у нас только в сюжете играет. Но их уже не осталось, за исключением. Мо-мо. Попробуй поговорить с ними, если хочешь. Но он давно прекратил все попытки выбраться отсюда. Это к лучшему. Это не кошачий, это роботский. Он живет в том здании с оранжевой, неоновой вывеской. Понял. Поехали. Я робота озвучиваю. В смысле зачем? Не стесняйся. Вызывай меня в любое время. Я всегда рад помочь. Хранитель сказал поговорить с Момой. Он живет в большом здании с оранжевой, неоновой вывеской. Она наша единственная зацепка, чтобы выбраться отсюда. А, блядь, опять забираться. А я канонический робот. Я робот этот. Косы-пукол. Я робот-консерватор. Ой. Познакомился. Я консервативный робот. Так. Ну, вероятно, нам туда как-то надо попасть. Да, давай пройдем мимо. Зачем надо зайти в прачечную? Что это вообще значит? Что значит надо? Надо. У нас в шудовизме нет слова надо. Есть слово я... Да чё? О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Так, у меня денег нет, наверное. так понял ну мы сейчас видимо подойдем узнаем к чему надо что торопиться сюжетно расскажешь чем надо папа грустнешь аутсайдеры бесполезно зачем я их отпустил теперь я совсем один эй ты чего тебе надо это фотография аутсайда ты хочешь туда попасть даже и не пытайся это пустая трата времени это принесет тебе только одиночество и разочарование мои друзья тоже об этом мечтали но теперь они пропали я остался один я знаю где они я пытался с ними связаться но этот приемопередатчик не работает мы с друзьями вели записи наших исследований аутсайда вот возьми мои если действительно хочешь пойти туда теперь ты сам по себе я завязался аутсайдом удачи мама выглядит очень грустным он скучает по друзьям давай посмотрим записную книжку которую он нам дал манифест аутсайдеров мы должны попасть в аутсайд любой ценой мы должны защитить наших братьев и сестер мы должны держаться подальше от зурков гиппи меньше его как я давно его читал запись клементина с болтазар док и момо похоже имя момо было добавлено позже думаю нам нужно найти другие записные книжки скажем что жалуйтесь если что Субтитры сделал DimaTorzok Вот так он мой блядский кот делает Вот так вот он делает Каждый раз По всем обоим в мире просто Мой блядский сучий сука кот Как я его за это ненавижу Честно говоря Земля, Земля, третья планета от Солнца И пятая по величине массе и диаметру в Солнечной системе На сегодняшний день это единственный известный небесный объект На котором существует жизнь Согласно радиоуглеродному датированию Возраст Земли составляет 4,5 миллиарда лет Луна единственный естественный спутник Земли Образовалась после нее Гравитационное взаимодействие с Луной Создает приливы и отливы Стабилизирует то есть вращение Земли И постепенно снижает ее скорость вращения Охуенно, спасибо Этот символ на стене совпадает с символом записной книжки Похоже на зацепку Как же охуенная игра все-таки Стрим идет 9 часов 35 минут Хорошо Владислав попробуйте по доказательствам эволюции Но я честно говоря опять же хз Я не помню чтобы там что-то было замечательное Если вам еще 2 видео надо сделать Я не знаю Можно подождать не подождать А что оно? Ребят какой у нас крутой контент был Пиздим Записная книжка аутсайдера На ней тот же логотип Что и на той которую нам дал Момо Кажется это принадлежит кому-то по имени Клементина Все идет по плану Нам удалось связаться с верхним уровнем До того как прием и передатчик вышел из строя Они находятся на месте под названием Миттаун По всей видимости оно находится под контролем Какой-то жестокой власти Я недавно говорил о смо моего глаза Я знаю этот взгляд Он не пойдет с нами Давай найдем другие записные книжки Как-то так Мм Какая игра такая озвучка Я знаю Ну, блядь, слишком много прыжков в секунду, ужас Субтитры создавал DimaTorzok 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 За книгами где-то, да? Субтитры создавал DimaTorzok 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 После нескольких недель исследований Я объединил с ультрафиолетовой С мопер... Я объ... Что, ёптую мать? Субтитиларетовой лампой Это должно помочь нам отбиться от сдурков по пути Спокойной ночи, Влесла Первоначальная попытка увенчалась взрывом Возможно, мне придется провести испытания в реальных условиях Давайте найдем другие записные книжки Ну, мы так и делаем, вообще-то Еще одна осталась Я еще буду стримить, ну, часов до трех, наверное По максимуму Контента очень много Там еще фильм у нас есть Там еще у нас отсосы есть Подсосы Но если Вяча, кстати, сейчас с нами не присутствует Мы можем и пропустить отсосов И начать смотреть фильм, который я бы хотел посмотреть, да, как говорится Ну, если Вяча сейчас нас... Ну, вообще Вяча заслужил, как бы, да, такого предательства Нажав спину, я считаю Если его сейчас нет, вообще можем просто фильм начать смотреть Что за фильм? Королевца полной луны Но если Вяча будет здесь, мы его, может, даже не успеем посмотреть Был Был Не был Отличный фильм, очень хочу пересмотреть Поэтому вполне по 0,5 и он прошел Окей, понял Ну что, Вяча заказал нам пятичасового Васила в итоге Не, ну это на самом деле реально большая проблема тех видео Когда это ответка на ответку, на ответку, на третью ответку Там, да, когда кто-то отвечает кому-то И ты отвечаешь еще раз ему Это просто сразу Овертайм просто гигантский идет И, конечно, этого отчасти грустненько Электроснабжение Винь, я понял Отключаю Да, просмотры были неплохие Но все-таки С другой стороны, ребята и на донатили сверху Еще за то, что мы это разбирали Так что сказать, что я совсем против нельзя Ребятам спасибо за стрим Но, блин, превратить двухчасовое видео в пятичасовое Это жесть Ну, ответки, в принципе, бывают интересные Хайлайт бы вышел неплохой Не будь он больше пяти часов есть такое Да, Ирина, была попытка, короче Сделать непосредственно дебаты Но, как бы там такой странный взаимный слип случился на самом деле То есть меня сначала доебывали зрители и друзья Васила И я такой, ну, короче, забейте нахуй мне эти дебаты Если вы еще меня все там обсирать будете Я, короче, сначала сам как будто бы слился с дебатов Но потом такой, ну, можно и... Можно и ладно, можно и провести А Васила в итоге такой, нет, короче, все, нахуй Тебе лечиться, типа, надо, иди нахуй И все, конец На этом мы порешали непосредственно Блин, что делать-то? Понял? Нет, я не буду это драть Я отказываюсь Что не так? Я так и понял, Мири Мы в последней хате Пытаюсь найти книжку Ну, надо подрать, видимо Да Да, очевидно А, ну это выход А, что? Зря я ушел, наверное Ну, потом, наверное, пройдусь Запомним Чего и нет Поразительно Компаньоны Очень сильно эволюционировали На первых порах И простой ИИ всего лишь имитировал Человеческое искусство Теперь все это принадлежит им Люди часто говорили, что искусство важно В безысходных ситуациях Сейчас ситуация Безусловно Безысходная Пойдем вашего торговца искать Но мы еще на торговца Какого-то там Блять, стараешься Озвучиваешь Голос меняешь А в итоге Те говорят Озвучка душнила Так он и с роботами Стыба Те, каноничная озвучка Ой, кто-то такой А я не знаю, где монах Честно говоря Дизайнер, бабушка Бабуля, дизайнер Познакомиться Я очень люблю вязать Я уже связала шарфов На 769 километров Так, чтобы занять время Если принесешь мне кусок Электрического кабеля Я смогу сделать тебе Пончо Ты меня вдохновляешь Но найди Подходящие материалы Здесь Нелегко 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 Бабуля Короче, нам сказала Робот-бабуля Робо-бабка Да пошли вы нахуй Ладно, я хз Где ваш торговец Поднимаюсь наверх Или нет Привет, я торговец на рынке Ты даешь мне что-то Я даю тебе что-то взамен Все очень просто Это ноты Прекрасная работа Очень известного музыканта Это будет стоить Одну банку Электрического напитка Не меньше Э, набор электрических кабелей Лучший на рынке Я обменяю это На мощное средство Суперспирит Это лучшее Что я могу сделать У меня вроде Суперспирит Нет Шелна Говорит он мне Это древняя реликвия Свидетельство таланта Наших предков Это будет стоить Три банки Энергетических напитков Не меньше Фуня Пососный торговец Мразь и тварь Вы даже не слышите Как я свищу Потому что Он звук не пропускает Вроде бы А вот и он Или нет Где мой суперспирит Где мой спирит Суперспирит Еду Баскетбольный мяч Играю в мячи Кошак А как Так 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 Где кошак Да 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 Бу-бу-бу Ладно, простите Вот, держи Полученный предмет Я кошак Я кошак Так так Попак 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 Это рокерский код да принес бабуль держи сделание пончо бабы бабуль благодарю мой дорогой я немедленно приступаю к работе я свяжу тебе он у меня есть больше держи малыша но тебе отлично подойдет какой робот который продает что вы имеете ввиду банды бандеру глядь и ладно простите блядские коты это блядские коты успокойся с миром покой с миром люди люди были первыми обитателями этих мест похоже они все мертвы как ты думаешь каково это быть мертвым знаю это глупый вопрос моей стороны но действительно ли они обрели покой обрету ли я покой когда умру я не знаю что смерть значит для и и прости не хотел портить настроение пошли дальше кто-то на улице сидит сидит вот это он ну что уж по крайней мере кутма теперь может воспользоваться очистительным предшественник вот это унизительная озвучка если что еще бля у бабушку узнаю и стильную шину очень талантливого хиды ну типа да короче пошел нахватит дед прядь часы роботы всем им какие-то вещи блять давать что у за квесты ссаны цветы из бунтока нет кстати по крышам ползать это нормально квестовая составляющая в играх вообще не очень люблю на самом деле надо там собирать вещи клещи и так далее все это такое себе честно говоря так ни еще мне еще к чок чок девчок чок 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 Busкировка четверть еду Ну, наконец-то, последняя записная книжка. Кажется, это принадлежит кому-то по имени Збалтазар. Все следы органической жизни исчезли за исключением тех, кого мы называем зурками. Они едят практически всё, что движется, и размножаются с невероятной скоростью, как будто быть запертым в этом городе было недостаточно. О, в этой книжке есть записка. Там написано, в приёмнике передатчики есть конструктивный недостаток, но, кажется, я понял, как его исправить. Вот уравнение. Это должно помочь Мому починить передатчик. Если свяжемся с верхними уровнями, это может быть нашим пропуском наверх. Давай покажем ему, что мы нашли. Иди, блядские мартовские коты. Блядские коты, блядские коты. Блядские коты жаждут наркоты. Блядские коты жаждут наркоты. А-ра-ра-ра-ра-ра-ры-я. Небанутый кот. Ту-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру. Целый год. Бегаю по улице с какой-то хуйнёй на спине. На-на-на-на. Привет, маленький кот. Всё ещё ищешь эти бесполезные записные книжки. Ты нашёл записи, которые оставила Клементина. Она была очень храброй. Знаешь ли, самым бесстрашным роботом, которого я когда-либо встречал. О, это принадлежит Доку. Он был настоящим знатоком электроники и прочего. Он всегда стоял на пороге великого открытия. Погоди, ты действительно нашёл все записные книжки моих друзей? О, что говорится в этой записке. Приёмопередатчик можно починить. Это невероятно. Это значит, что у нас будет связь за пределами трущоб. Клементина с Балтазар Док. Мне жаль, что я вас воссомневался. Обещаю вам, я найду способ выбраться на поверхность. Спасибо. Возможно, мы сможем найти для тебя путь наверх. Теперь давай починим этот кусок хлама под названием приёмопередатчик. Ну, давай. Не было, Никит. По крайней мере, у нас пока таких шуток не было. Вуаля, работает. Пойдём со мной. И чё? Там наверху видишь, что здание возвышается на досталь... Не имею вот эту, да? Окей, чё? Если установишь приёмопередатчик на самом верху той башни, мы сможем общаться со всем городом. Возможно, мои друзья всё ещё там. Если выход есть, они об этом узнают. Окей. Ты единственный, кто достаточно малый быстр, чтобы вернуться от зурков. Ты нужен нам, маленький аутсайдер. Помоги нам увидеть небо.